В Гусино-Озерске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков. Инцидент попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель «Жигулей», совершая поворот, столкнулся с мотоциклом «Рейсер». Известно, что двухколесным транспортным средством управлял 17-летний водитель. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда и его пассажир, 2005 года рождения, были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. В Акинском районе участник зарегистрированной тургруппы во время передвижения по маршруту Нилова-Пустынь-Шумак-Перевал-Оршанский повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно. За пострадавшим вылетел вертолет из соседнего региона. Борт вылетел из Иркутска с четырьмя спасателями и одним врачом Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 11.40 вертолет со спасателями совершил посадку на Отмели в русле реки. Мужчину транспортировали на борт вертолета, оказали первую помощь и передали врачам скорой медицинской помощи на базе отряда в поселке Никола Иркутской области. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Берегоукрепляющая линия в селе Максимиха, на возведение которой в 2014 году было потрачено порядка 18 миллионов рублей, находится в полуразрушенном состоянии. Снимки появились в интернете в середине недели. По результатам комиссионного обследования выявлены существенные недостатки и дефекты объекта, в том числе просадка, смещение конструкции и разрушение сетки. Нахождение берегоукрепления в таком состоянии недопустимо, так как при этом оно не может обеспечить защиту как окружающей среды, так и защиту жилых домов и автомобильной дороги от негативного воздействия вод озера Байкал. Осторожно, мошенники. Сегодня в ходе онлайн-брифинга сотрудники полиции и служб безопасности банков озвучили статистику по киберпреступлениям. Количество звонков от мошенников увеличилось за период пандемии почти в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Это нас, конечно, очень тревожит. За первый квартал 2020 года было зафиксировано более 160 тысяч таких случаев мошеннических несанкционированных переводов на общую сумму около полутора миллиарда рублей. В МВД напоминают, что при любых подозрительных звонках следует положить трубку и вручную набрать номер телефона горячей линии, который указан на оборотной стороне карты. Батр Ламбаев, Новости дня.